Всем привет! С вами Алфокс, и это русский гайд по моду механизм для версии Майнкрафта 1.7.10. Версия механизмов седьмая, на данный момент, самая актуальная. Начнем, пожалуй, с того, что мод добавляет много интересных машин, добавляет трубы, с помощью которых мы можем делать различные схемы. Для автоматизации больше всего мне понравилось то, что энергия этого мода сама конвертируется в ту, которая нужна. Например, энергия RF, энергию EO и Майнкрафт Джоули. В конфигурациях можно сделать так, чтобы сам мод работал с тем видом энергии, который вы хотите. Например, я сделал так, чтобы этот мод работал с энергией RF. Строка в конфигурации сейчас высветится в правом верхнем углу, посмотрите и можете изменить на ту, которая вам нужна. Можете сделать в Майнкрафт Джоули, можете сделать EO из Индастриокрафта, можете сделать RF энергию, как у меня. Либо оставить по умолчанию Джоули. Все равно она будет сама конвертироваться. Добавляется три новых вида руды, это осминь, добавляется медь и олово. Кстати, это было олово, медь. Все эти руды, конечно же, будут использоваться в крафте вот этих машин, и также все эти руды будут использоваться и в других модах, которые поддерживают медь, олово и осминь. Особенно это будет полезно для тех, кто не может найти осминь в GregTech. Сейчас я вам расскажу о конфигурациях машин, чтобы потом больше к этому не возвращаться. Находим любую машину, заходим, видим такой гуи. Находим вкладку Configuration. Здесь мы сможем настроить код в эту машину, то есть, например, из этого сундука, который здесь стоит, будут попадать какие-то предметы в эту машину. Дальше. С этой стороны расположены выходы, то есть, все продукты, которые получаются на этой машине, будут выходить в ту сторону, как здесь будет настроено. Давайте настроим эту машину так, чтобы выход был с этой стороны. С этой стороны будут выходить продукты, а с этой стороны все входить, то есть, все предметы, которые нужно перемолоть, передробить, компрессовать и так далее. На что эта машина способна? Потому что машин здесь ого-го как много. Так, находим конфигурацию снова и настраиваем их. На самом деле я уже здесь все настроил, все очень, можно сказать, конфигурация очень понятна. Здесь показывается синий цвет, то есть, вот этот вот цвет отвечает за выход. Если здесь показан синий цвет, значит, мы настраиваем конфигурацию таким образом, чтобы с той стороны, откуда должен выходить какой-либо предмет, был синего цвета. Это можно проверить с помощью конфигуратора. Мы можем посмотреть, здесь будет выход для предметов, для продуктов, которые получились в этой машине, с лицевой стороны и с задней стороны тоже синего цвета. Все хорошо. Если мы, например, изменим ее на оранжевый цвет, здесь будет оранжевый, и этот уже вход не будет выходом для продуктов. Давайте сделаем обратно, с темно-синего цвета, выход. Так, здесь мы можем уже передробить, например, вот эту вот медную руду. А пока скажу вам, какая кнопка отвечает за какие стороны этой машины. Это за правую, вот с этого, это за левую, это за верхнюю часть, это за нижнюю часть, это заднюю часть, это лицевая часть, вот эта вот. Так, как раз передробилась, у нас получилось целых две медной пылики. Итак, чтобы автоматически машина выплевывала все эти предметы, которые получились в ней, сделаем Eject On. То есть включим его. Он сразу выплевывает вот в этот сундук, потому что он ближе всего к нему стоит. И если мы сделаем Auto Eject On, то естественно он автоматически выплевывает ничего не будет. Но мы сами можем все это настроить с помощью труб, о них я расскажу чуть позже. Так, также есть специальный фильтр для входной части, то есть какие предметы сюда будут входить. Если мы сделаем вот этот вот фильтр On, вот Strict Input, если мы сделаем вот этот вот фильтр на On, то есть включенный, то будет этот фильтр придираться к любому предмету, который будет здесь находиться. Например, сейчас здесь темно-водянистый свет. Я точно не знаю, как переводится этот цвет. Так, вкладываем сюда медную руду. И как мы видим, во входную часть, вот тут красная часть, сюда ни одна из руд, которые здесь находятся, не попадает. Вообще не попадает. Чтобы сделать так, чтобы в эту вот машину все попадало, надо выключить цветовой фильтр. Мы его выключили сразу. Все попадает вот во входную часть. Если мы включим снова цветовой фильтр, то, к сожалению, ничего работать не будет. Вот видите. Если мы все-таки сделаем так, чтобы здесь был темно-красный цвет, то все предметы, которые могут передробиться или использоваться как-либо в этой или другой любой машине, то, естественно, все будет попадать вот в этот вот слот. После этого сразу начинает работать машина и получается в какой-либо продукте. Вот так. Другие вкладки, которые тут тоже есть, они тоже очень важны. Например, вот эта вот вкладка показывает, сколько энергии будет использоваться за тик на одну обработку меди. И также показывается, сколько нужно энергии, чтобы восполнить вот этот вот буфер. Например, если мы сейчас полностью передробим вот эту медную рубу, у нас уйдет какое-то количество Redstone Flags, вот этой вот энергии. Здесь показывается, сколько энергии у нас ушло на одну передробку. То есть, 4000 энергии как раз вот в этом вот буфере, в этой машине не хватает. Ну, как только мы вставляем сюда какое-нибудь хранилище, либо подаем электричество, то он сразу восполняется, и после этого эта вкладка показывает то, что нужно 0 RF. То есть, буфер полностью заполнен. Так, вот эта вот вкладка позволяет взаимодействовать с Redstone. На данный момент он никак не влияет, вот этот вот Redstone сигнал никак не влияет на работу этой машины. Ну, как только мы ставим вот этот вот режим, который позволяет нам сделать так, чтобы машина работала только в том случае, когда горит Redstone сигнал. Например, он сейчас будет работать, эта машина. Как только уберем Redstone сигнал, машина перестает работать. Также есть другой режим, который делает так, чтобы машина работала только в том случае, когда нет Redstone сигнала, либо его выключить. Есть также еще одни вкладки. Они очень тоже важны, они отвечают за апгрейды, которые мы сможем вставить вот в эти вот машины. Есть небольшой баг, который я недавно заметил. Когда мы вставляем апгрейды, например, один вариант, то если мы вставим второй, то он может иногда пропасть. Такие вот небольшие баги. Сейчас мне повезло, все нормально. То есть, я могу апгрейд скоростью ставить и апгрейд энергии по очереди. Вот так вот. Если я попытаюсь вставить несколько штук, то он иногда начинает пропадать. Поэтому будьте осторожны. Все-таки мод недавно портирован был на 1.7.10. И если мы слишком много будем использовать вот этих вот апгрейдов, они иногда просто пропадают и теряются. И вы эти апгрейды обратно уже не получите. Также вот эти вот апгрейды, если вы вставили машину, у вас не хватает, например, энергии, чтобы ее подпитывать, то вы можете просто убрать эти апгрейды. Кликая вот на эту вот кнопочку, удалить какой-либо из апгрейдов, либо скорости, либо энергии. Просто кликаем и все. Как вы заметили, также хочу обратить вас на это, ваше внимание, на то, что апгрейдов скоростью у меня было 8 штук, теперь стало 7, то есть один из них пропал. Вот такой вот небольшой баг. Так, совсем забыл сказать, то, что в 1.7.10 каждый из цветов отвечает за что-либо одно. Например, темно-красный отвечает за вход, темно-синий за выход, оранжевый за апгрейды, которые будут поступать, темно-зеленый будет отвечать за энергию, которая будет поступать в эту машину. Машины это, конечно, хорошо, но они не будут работать без энергии. Поэтому сейчас вы узнаете о генераторах. Первый генератор это тепловой генератор. Тепловой генератор имеет 2 режима работы. Это пассивная выработка энергии и активная. Активная это, когда вы сами добавляете топливо. Например, сейчас я могу добавить уголь. Так, например, добавлю 10 штук. 10 штук. И он сразу перерабатывается в энергию. Было 30 тысяч, стало 33 тысячи РФ. Если мы добавим одно ведро лавы, оно будет равняться 12 углям. Это я просто так для каких-либо фактов сделал, чтобы было немного интереснее. Так, как только мы добавляем сюда ведро лавы, он сразу будет перерабатываться с энергией и будет давать сколько-то РФ. Так, дальше. Здесь у нас есть тепловой генератор, который вырабатывает энергию. Одна сторона вырабатывает 100 джоулей за тик. Все-таки расскажу в джоулях, потому что по умолчанию у всех будет джоули. Максимально сторон 6 с этой стороны, с той и с этой, с этой, с этой, снизу и сверху. Вырабатываться энергией будет только в том случае, когда лава именно будет на этой машине. Если она будет, например, вот здесь, вот в этой, например, ямочке, то выработка энергии прекратится, потому что лава не контактирует как раз-таки с машиной. Так, если она будет контактировать, то выработка энергии продолжится. Дальше, как это можно сделать еще? Так, верхнюю часть сейчас тоже делаем в виде ямочки, чтобы туда можно поместить лаву. Сделаем так. Лава тоже поместилась и еще снизу тоже надо сделать. Но этого я делать не буду. Принцип, вы поняли, как можно вырабатывать пассивным способом эту энергию. С помощью теплового генератора. Это, можно сказать, бесконечный источник энергии и немного читерный. Потому что лава будет стоять и она не будет кончаться. Она просто будет рядом стоять и будет просто выработка энергии, которая будет поступать по проводам и попадать в какую-либо машину, либо Energy Cube, чтобы скапливалась энергия. Дальше у нас солнечный генератор. Солнечный генератор вырабатывает RF энергию. Я, как я уже в самом начале говорил, изменил. 40 RF за тик. Если, конечно же, будет такая вот прямая линия в небо, если будет сверху какой-нибудь предмет, то, естественно, выработка энергии прекратится. Также выработка энергии прекратится ночью. Наступила ночь. Выработка энергии прекращается. Вот эта вот кнопочка или индикатор, который позволит нам узнать, генерируется энергия или нет. Как только солнце появляется, сразу генерация энергии начинается. Подключить провод можно только снизу, но сбоку нельзя, слева нельзя и так далее. Слева, справа не подключается, только снизу. И снизу мы будем забирать всю энергию, которую вырабатывает вот этот вот генератор. Есть улучшенный вид генератора. Выглядит он вот так. Забирается энергия только вот с этого хода, с других сторон он не забирается. Вырабатывает он энергию, как шесть обычных вот этих вот солнечных генераторов. Крафтится он из четырех генераторов. Поэтому, как только вы сделали шесть солнечных генераторов, используйте четыре из них, чтобы сделать, например, солнечный генератор. Выработка энергии увеличится, и вы сможете больше запитать различных машин. Так, следующий генератор это биогенератор. Извините за текстуру, это похоже в баги 1.7.10, если не ошибаюсь. Потому что иногда такое случается. Может убрать, и мешаться не будет. Ладно, начнем говорить о биогенераторе. Чтобы биогенератор работал, нужно биотопливо. Биотопливо, где оно? Вот оно, биотопливо из механизма. Крафтится оно вот по такому вот нехитрому рецепту в машине под названием Крашер. Как только появляется биотопливо, мы его сможем использовать. Как мы видим, вот это биотопливо можно получить из тростника, можно из морковок, можно получить из яблок и так далее. В некоторых случаях получается четыре кусочка, в некоторых два кусочка. В зависимости от того, сколько мы получим биотоплива, зависит, сколько энергии мы в конечном итоге получим. Так. Одно такое биотопливо горит целых 200. Следующий генератор это биогенератор. Выглядит он вот таким вот образом. Он будет работать от биотоплива, которое делается в машине под названием Крашер. И вот это вот машина перерабатывает, например, тростник, морковку, яблоки, семена различные, получается биотопливо. С одного биотоплива мы получаем 28 тысяч РФ. Это очень много. И представьте, если с одного яблока мы будем получать 28 тысяч РФ, это тоже немного читерно. Хотя, если подумать о том, сколько энергии будут есть вот эти вот все машины, то можно сказать, что это лишь маленькие такие числа, которые хранятся здесь. Это очень маленькие числа. Так. Ну, если, конечно же, мы зайдем в конфигурации, то мы можем изменить, сколько энергии будет вырабатывать та или иная машина, и сколько энергии будет потреблять машина. Это все можно сделать в конфигурациях. Так. Следующий генератор это ветровая турбина. Так. Она будет работать от ветра. Естественно, чем выше вот этот вот генератор, вот этот вот турбин расположен, тем больше энергии она будет вырабатывать. Например, в данном случае она расположена снизу, поэтому сила ее вращения 127. И если прямого столба в небо не будет, то, естественно, почему-то вот эта вот турбина перестает работать. Мне до сих пор неизвестно, почему она перестает работать. Если даже сделать вот таким вот образом, то есть ее поместить вот таким вот образом, так, чтобы закрыть всю турбину, чтобы турбина вообще, по сути, не должна получать ветра никакого, она будет постоянно работать. Если поставить вот этот вот блок сверху, то эта машина перестает работать. В чем причина, я не понимаю. Так, давайте поднимемся выше. Вот ветровая турбина. Она уже находится примерно... Сколько тут блоков? Примерно блоков 50-60 выше, и она уже вырабатывает с силой 213. 213 у нее сил. Так, давайте ее сравним с вот этим вот генератором. Тоже ветровым генератором, но из индастриалового, из экспериментальной версии. Так, сейчас, в данный момент, мне нужна будет небольшая турбина для него, например, деревянная. Сейчас используем МФСУ. Так, мне нужна МФСУ, где 0, 0, 0. Где нисколечки не заполнены, и посмотрим. Здесь вырабатывается вот таким вот... Вот с такой вот скоростью энергия EO. 12, 13, 14, 15. Тоже бесконечный источник. И, по сути, очень быстро заполняет этот МФСУ. Уже почти 30 тысяч. А если мы посмотрим на ветровой генератор из индастриала, то он работает немного медленнее, но нельзя его назвать читерным источником энергии. Следующий генератор, это газосжигающий генератор. Он будет работать на гидрогене. Так, мне нужен гидроген. Вот, например, вот в таком вот газовом танке, указывается эстерне, наполняется гидроген, получается энергия. И очень даже быстро. 80 тысяч РФ за считанные секунды. Чтобы получать гидроген, нам нужна специальная машина. О ней я расскажу чуть позже. Возникает вопрос, где же хранить всю эту энергию, которую мы будем получать из-за вот этих вот генераторов? Есть четыре вида хранилища. Первое хранилище базовое, хранит в себе целых 800 тысяч РФ. Второе улучшенное хранит уже 3 миллиона 200 тысяч РФ. Элитное уже хранит 1 миллиард, то есть 12 миллионов 800 тысяч РФ. И последнее, ультимат, уже хранит 5 миллионов 120 тысяч РФ. Вот эти вот четыре хранилища, очень интересны у них текстурки. Как только полностью заполняется их внутреннее хранилище, у них появляются вот такие вот кубы, которые внутри крутятся. Но они будут отчетливо так видны только в том случае, когда внутреннее хранилище будет полностью заполнено. Если оно будет заполнено лишь на чуть-чуть... Так, а... Так, почему не заполняется? Либо снизу надо. Нет? Так, мы сделаем вот так. А, выработка энергии была, я... Всё. Я совершил небольшую ошибку. Выработка здесь энергии есть. Ну, получается, вот здесь. Так, выработка энергии есть. Вот сразу энергия поступает вот в этот вот Energy Cube. Как только там заполняется всё больше и больше энергии, здесь будет потихонечку прорисовываться тот куб, который виднеется вон на тех полностью заряженных хранилищах. Так, вот он потихонечку прорисовывается. Энергия восполняется, заполняется, заполняется, и куб потихонечку прорисовывается вон с него, видимо. Вот такая вот интересная фича. А энергия начала заполняться только с передней стороны. Вот так вот. Чтобы забрать энергию из этого куба, из этого хранилища, нужно подключить специальный провод. Специальный провод. Можно выбрать... Так, вот он. Так, где эти провода? Провода находится в этой вкладке. Кейбл. Например, базовый универсальный кейбл передаёт 200 раз за тик. Надо подключить его вот с этой вот стороны, где тут закрыто немножко. Это выход для энергии. С этой стороны вход. То есть, со всех из... Тут пять сторон. Все пять сторон это входы для энергии. И один выход. Вот здесь будет выходить энергия и попадать в другую сумму. Например, вот этот вот базовый набор куб. Видите, он будет просто перекачиваться отсюда. Потихонечку. Перекачивается, перекачивается и заполняется вот этот вот куб. Наконец-то мы дошли до машин. Здесь стоят шесть машин. Это Enrichment Chamber, Osmium Compressor, Combiner, Crusher, Purification Chamber и Energizer Smelt. То, что они делают, вы можете всё посмотреть в этих вот рецептах. Вот так, просто пролистаю, чтобы показать хоть что-нибудь. Enrichment Chamber, как я понял, он передрабливает на пыль. Дальше, Osmium Compressor позволяет сжимать и получать обсидиановый слиток и голлстоновый слиток. Благодаря Osmium. Дальше, Combiner позволяет из пыли получать сами рубы. Не знаю, для чего это нужно. Дальше, Crusher. Crusher у нас выполняет роль дробилки, но при этом не дробит, к сожалению, как раз таки сами рубы. Хотя, как раз для него они не нужны, по сути. Так, Purification Chamber. Чембер позволяет нам получать небольшие клампы. С одного клампа мы можем получить один слиток. Если мы, например, передробим тут немного серебра, хотя бы две рубы, то получим целых шесть слитков. Если мы передробим их в Enrichment Chamber, то получим целых четыре. То есть, позволяет увеличивать количество рубы, которые мы можем получить. Так. Оксидент тут сколько? А, да. Для работы также понадобится нам вот оксидент. Так. Дальше. Magized Smelter. Он выполняет все то же самое, то, что делает обычная печка. Правда, его можно улучшить, он употребляет энергию и работает с рыбком. Вот так. Каждую из этих машин, которые мы сейчас возьмем, можно переделывать различные заводики. Это базовый завод, улучшенный завод и элитный завод. Например, возьмем базовый завод. Он выполняет роль крашера. То есть, выполняет роль крашера. Вот, этой машины. Чтобы сделать так, чтобы этот базовый завод работал как Purification Chamber, вставляем нужную нам машину вот в этот вот слот. Все. Он теперь выполняет роль Purification Chamber. Но при этом мы получаем обратно крашер, который вставили сюда. Очень даже так неплохо получается. Так. Вот эта вот строка отвечает за оксиген, который будет поступать в базовый завод. Потому что с оксигеном работает только Purification Chamber. Это нужно запомнить. Что делал Purification Chamber? Работал. Работал, работал с худой. Так. Очень интересную сейчас функцию покажу. Если AutoSort Off, то ничего не происходит. Когда он стоит он, то автоматически машина распределяет руду, которая сюда попадает в данных количествах во все слота. Видите, он потихонечку распределяет. Как только я ее убираю. Распределяет, распределяет и так далее. Вот такая вот интересная штука. Уже улучшенная, она имеет целых 5 слотов. Потом идет элитная, 7 слотов. То есть, если мы сюда поместим 8, AutoSort Off, то каждая сейчас определится по 9, в 1 слот 10 штук, как только мы подадим сюда энергию. Так, энергию, например, термоэкспеншенского, термоэкспеншен. Так, резонант, энергию, энергию цел. Отдаем сюда энергию. Да, он работает вот с этими вот ячейками из термоэкспеншена. И сейчас все по одному будут работать, работать в этой вот элит-факторе. Он выполняет роль печки. Сейчас он просто будет переплавлять всю эту руду, которая попала вот в этот вот элитный завод. Металлуржик Инфьюзер. Выполняет какие-то функции, которые мы можем узнать, если кликнем по рецепту. Здесь есть 9 страниц, и каждые 9 страниц имеют какой-либо рецепт. Всего здесь 17 различных рецептов. Если мы, например, будем получать какой-нибудь из предметов, будьте уверены, они нам в будущем пригодятся. Например, получение Enriched Iron, Refined Obsidian Dust, это Николой, тоже все понадобится. Это жизненно важные компоненты для этого мода. Здесь они все делаются, поэтому обязательно придется скрафтить. Даже вот эта вот микросхема. Так, дальше. Род-реконденсатор. Хорошо. Род-реконденсатор у нас выполняет роль получения различных жидкостей, которые добавляет этот мод. Например, жидкий гидроген. Получается он из гидрогена. Это я должен показать обязательно. Так. Например, я хочу из воды. Здесь есть рецепт как раз для воды. Я хочу из воды получить... Так, я хочу ввод вепа получить. Из обычной воды. Как это сделать? Кликаем вот на эту строку Toggle Operation. И он перерабатывает воду. Как раз таки то, что нам нужно. Воду мы будем добавлять вот через этот слот. Этот слот предназначен для вот этих вот цистерн газовых. Только для них. Помещаем сюда. Здесь потихонечку будет наполняться вепресток. Если сделаем наоборот, то он наоборот будет все отправлять вот в эту вот силу. После того, как вот эта вот машина перестанет работать. Так. Она почти перестала работать. Так. 200. Так. Еще немного осталось. 200. 100. 130, 120, 110, 100. Давай быстрее. Долго ждать. И все. Я могу все это обратно вылить сюда. По сути. Как только я поменяю режим, сделать так, чтобы именно в лото-вапор, который у меня был, я хочу перерабатывать воду. Если я поменяю этот режим, нажав вот на эту вот кнопочку, то обратно я буду получать воду. Здесь рецептов очень много. Каждая из этих жидкостей вы можете посмотреть и выбрать, какую из этих жидкостей вы хотите получить. Все жидкости я показывать не буду, это очень долго. И в рамке гайда это очень долго будет. Не ходит. Так. Chemical Oxidizer. Хорошо. Что он делает? Тоже мы можем увидеть все это в рецепторе. Здесь есть 4 рецепта. Он получается из-за соли, из механизма, и из-за сульфура. Вот эти вот жидкости. Так. Сульфуродиоксайд и газовый сбрайм. Они тоже очень понадобятся. Вообще, этот мод работает, можно сказать, почти с газами и жидкостью. Очень даже интересно. Вот эти вот газы, жидкости, они все понадобятся. И поверьте, скоро я об этом более подробно расскажу, но в отдельной части. Для чего они понадобятся, вот эти вот жидкости. Так. А Chemical Infuser? Что он делает? Он из двух различных жидкостей превращает ее в другую. Так. Вот Вепор и Сульфуродиоксайд. Получается Сульфуродиоксайд. Так. Можно Сульфуродиоксайд, хоть как-то, и Гидрогенхлорид. Тоже все это можно сделать. Они тоже понадобятся этой жидкости. Сейчас я объясняю, для чего они нужны. Сделаю отдельную часть как раз для этого. Так. Chemical Injection Chamber. Он получает из различных руд вот эти вот шарды. Эти шарды мы будем использовать как раз таки для того, чтобы получать руды. Chemical Injection Chamber позволяет нам увеличивать выход с одной руды. Мы будем получать целых четыре шарды. Вот эти вот четыре шарды мы будем получать, потом перегоним их в клампы. Из клампов мы будем получать уже гаст, пыль. И эту пыль уже в конечном итоге переплавливать в печки и получать слегки. То есть с одной руды в данном случае мы получим целых четыре штуки. Как раз таки вот эти вот жидкости, которые только что я о них рассказывал, они понадобятся для того, чтобы эта машина работала. Например, здесь понадобится Гидрогенхлорид. Вот эти вот различные шарды. Так, дальше. Этролитик, сепаратор. Сепаратор у нас позволяет вырабатывать из воды Гидроген и Оксиген. Из Брайн позволяет получать Содиум и Хлорин. То есть получаем эти жидкости, которые здесь написаны. Как их получить, тоже мы можем все это увидеть, если мы будем кликать. А рецепты тут есть, поэтому сами можете об этом посмотреть. И изменять различные функции. Например, дампинг, чтобы удалять, и нон, чтобы ничего не делать. Так, вот эта вот машина позволяет нам сделать автопилу. В общем, сделать пилу. А мы можем получать из древесины одного бревна целых 6 досок. Для этого нам понадобится только энергия и как раз таки материал, который мы хотим порезать на несколько частей. Также мы будем получать солдаст, который мы можем сделать для того, чтобы сделать картонную коробку либо получить бумагу. Такие вот отходы, которые мы можем, можно сказать, хорошо даже использовать, например, для получения бумаги, потом сделаем книжки, сделаем книжные полки и так далее. А книжные полки снова переработаем в доски и в пиле. Неплохой такой инструмент. Неплохая такая машина. Так. С помощью вот этих вот трех машин вы можете сделать так, что с одной, именно с одной руды мы будем получать целых 5 слитков. Как это сделать? Во-первых, нам нужно сульфурка слит. А дальше нам понадобится руда. Руду мы перегоняем в жидкую руду. Так, мы сейчас ее получим. Это Тин Слари. Он сразу перегоняется в Чемико Вошер. После того, как Тин Слари помолится, в конечном итоге сразу перегоняется, потому что они рядом стоят все эти машины в Чемико Кристаллизер, и мы будем получать вот эти вот кристаллы. Так. Получаем кристаллы. Работает, работает. Мы получим из одной руды целых 5 кристаллов. Эти кристаллы переработаем в Чемико Инжекшн. Чембер. Как раз из кристаллов получим шарды. Эти шарды в Пурификацион Чембер, оттуда в Дробилку и так далее. И получим в конечном итоге слитки. То есть можно, во-первых, с помощью этого мода удвоить ресурсы, потом утроить, потом учителить и упитерить в конечном итоге. Максимум можно упитерить. Так. Дальше. Это помпа. Электрическая помпа выполняет те же самые функции, что и обычная помпа. Осталось только подать энергию и подключить трубы. Все эти трубы будут попадать в конечном итоге машины, которые требуют воду. Либо в какой-нибудь из цистерн, которые не заняты. Сейсмический вибратор. Вот эта вот машина была добавлена совсем недавно. Она была добавлена в 1.7.10, именно в седьмую версию. Очень интересная штука. Так. Что она делает? Сейчас я вам покажу. Мне нужен сейсмический читатель. Так. Забыл. Забыл, забыл, как пишется. Сейсмический сейсмик рейдер. Как раз таки он будет все эти вибрации читать. Ага. Никаких вибраций нету, потому что полностью вся энергия потратилась. Так, вот. Сюда заберем. А, сейсмический читатель у меня тут был. Как только появляются вибрации, мы сможем прочитать то, что находится вот в этом вот чанке, в котором установлен как раз таки эта машина. Так, он показывает нам то, что где-то вот здесь на 40-х уровнях, на 32-м уровне, на 16-м, и где-то на 10-м уровне находятся какие-то руды. И на 0-х. Скорее всего, это вот эти вот алмазы находятся. Руды показываются вот с такими вот маленькими желтыми точками. Остальное здесь показывает то, что здесь есть камень. Дальше это песок, это вода, это как раз таки трава, на которой я стою. И сверху идут пустые блоки. Самый нижний, это самый нижний, это уже бедрок. Вот тут жидкости, как показывается тут. То есть, если вниз я буду копать, лавы вообще нет. Это пустое пространство. Вот такой вот интересный прибор, сейсмический иматор. Так, проезжает Reaction Chamber. Что он делает? Он позволяет получить пластик. Как раз таки из этого пластика мы сможем получить декоративный пластик. Пластиковые блоки мы можем делать пластиковые панели, которые будем в дальнейшем использовать для освещения, либо чтобы по ним быстро бегать. Ну, конечно же, об этом я расскажу чуть позже, чтобы рассказать об основных декоративных блоках. Так, и Fluidic Premature. Он тоже был добавлен в Minecraft версии 1.7.10. Добавляем сюда воду и что он делает по-твоему? По-вашему? Он позволяет исполнять пространство, которое находится под ним. Водой. заполняем, заполняем, заполняем водой. И сейчас он, как только здесь появится большое пространство, он все будет заполнять как раз таки водой. То есть, выполнять те же функции, что и одна машина из BuildCraft. Так, как он назывался, я точно не помню. Сейчас найду. Так, машина из BuildCraft. Вот. Fluidgate. Вот этот вот Fluidgate позволял выпускать из труб воду. Он просто выплевывал их. И произошел краш благодаря Fluidgate. Но ничего, главное, что мы узнали, для чего Fluidic Premature. Всем спасибо за просмотр. Это была первая часть гайда по механизму. Подписывайтесь, ставьте большие пальцы вверх. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok